Лена Ильиных, Никита Кацалапов выступают, и также Ксения Манько и Кирилл Халявин. Это что касается танцев. В одиночниках наших нет. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Телеканал Евроспорт, видеотрансляцию из Парижа. Один из самых оригинальных, один из самых стильных этапов Гран-при по фигурному катанию. Трофей Рик Бампарт. Пятый этап нынешнего сезона. И сейчас будем с вами наблюдать короткую программу одиночников. У нас сегодня обширная программа, поэтому вы увидите все. И девочек, и пары, и танцевальные дуэты. Так что полный обзор первого дня соревнований вашему вниманию. Конечно, всех волнует, естественно, будет ли выступать Плющенко на следующем этапе Гран-при в Москве. Ну, кто слышал, наверняка знает, что Алексей Николаевич Мишин заявил о том, что Женя пропустит из-за микротравмы колена. И нужно... Ничего страшного, но нужно просто поберечь себя и восстановить силы. И внимательно готовиться к главным стартам. Поэтому Плющенко на Кубке Ростелеков выступать не будет через неделю. На шестом этапе Гран-при его заменит Константин Меньшов. Ну, а сейчас у нас Нансонг, китайский спортсмен. Хорошее начало. 4-3. Может быть, несколько натужно, но все-таки он сделал. У нас сегодня еще будет два каскада 4-3. Ну, по крайней мере, они заявлены. Да, на каскад 4-3 сил хватило, а вот натуральный аксель, честно говоря, как-то он очень тяжело заходил. КОНЕЦ 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 Выбрал Нансонг вместе с хореографом-постановщиком Лори Никол и своим тренером Ваерили для короткой программы. Но, честно говоря, вопрос один мучает. Куда делись его мощные атлетичные прыжки, которые у него когда-то были и благодаря которым он показывал свои лучшие результаты. Например, он был серебряным призером юниорского чемпионата мира в 10-м году. Вообще, тот последний его год по юниорам был вполне удачным. Он был и в финале юниорского гран-при, и второе место там занял. На юниорском уровне он блистал. Потом он стал первым одиночником Китая, коим и являлся, по большому счету, до, конечно, появления молодого, очень талантливого соотечественника Ханьяня, который моложе Нансонга на 6 лет. Ханьяня 17, Нансонга 23. Вот мы видели, да, он абсолютно сконцентрировался на каскаде четверной тулуп-тройной тулуп, сделал его, так знаете, из последних, что называется, сил. Дело не в том, что он уставший, нет, но просто, может быть, общее состояние физическое таковое, и техническое, и морально, и естественно, все это взаимосвязано, что он действительно потратил очень много концентрации именно на первый каскад, а затем мы видели, что тройной аксель не шедевр, ну а тройной лут совсем не шедевр. Поэтому, конечно, схватился он за голову. Двукратный чемпион Китая последних лет Нансонг, который, кстати, который любит здесь выступать, и у него лучший результат как раз на этапах гран-при, второе место, и это было два года назад здесь, в Париже, он стоял на пятистале почета, и, честно говоря, конечно, он ехал сюда, в общем, с желанием вот так вот ассоциативно приблизиться к тому своему результату, но пока не очень получается. К сожалению, Аханьян, его соотечественник, который вполне может отобрать у него звание первой скрипки мужского одиночного катания в Китае, он будет выступать через двух участников.